Славянский венок Так, сегодня в Большом зале Центра русской культуры состоялся концерт болгарского фольклорного коллектива «Атанас Манчев». У нас программа очень интересна, потому что она включает танцы из всех шесть регионов Болгарии. И я очень рад, что мы имеем возможность запознать публику с этой части нашей стороны. Завтра в полдень в Большом зале Центра русской культуры выступят коллективы таллинских детских садов и учеников музыкальной студии ЦРК с концертом «Детский букет Чайковский-175». В этот же день, но уже ближе к вечеру, в Большом зале ЦРК состоится День белорусской культуры. Там, например, будет представлена выставка, посвященная первому белорусскому народному поэту Янке Купале, чье им вошло в историю не только белорусской, но и мировой литературы. Очень интересна история чествования Янке Купале. Еще при его жизни в 1932 году в Бразилии его имя было присвоено библиотеке. И сделано это было с помощью нашей белорусской диаспоры. Поэтому мы надеемся, что вот эта выставка, которая раскрывает весь жизненный путь Янке Купале, она будет интересна эстонскому зрителю. Творчество Янки Купалы, а это стихи, пьесы и драматические поэмы, широко раскрыто и в белорусском изобразительном искусстве. Поэтому вторая часть выставки будет посвящена иллюстрациям книгам Янки Купалы, которые сделали ведущие белорусские мастера. Также в холле ЦРК можно будет увидеть работы победителей детского конкурса «Сказочная Беларусь». Конкурс этот получил очень большую популярность. У нас в этом конкурсе участвуют сейчас 7 государств. Пришло на конкурс более 300 работ. Жюри было работать очень сложно. У нас в жюри работали профессионалы, художники эстонские. И было очень сложно, потому что очень хорошие работы. И для жюри было очень тяжело выбрать победителей, ведь это же дети рисуют. В конкурсе «Сказочная Беларусь» участвовали дети из многих стран, в том числе из Эстонии, Латвии, Украины, Беларуси, России, Италии и Канады. Дни славянской письменности и культуры и международный праздник песни и танца «Славянский венок» богаты различными мероприятиями, которые будут проходить в эти выходные и всю следующую неделю не только в столице, но и в других крупных городах страны. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.